Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю сразу три рецепта зимних заготовок с зелеными помидорами. Обязательно приготовьте и попробуйте, и вы поймете, что зеленые помидоры в данном случае даже вкуснее спелых. Я предлагаю два обалденных салата, их можно есть и так, не заготавливая на зиму. И простой способ замариновать помидорки целиком. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для первого рецепта подходят помидоры любого размера. У меня средние, как зеленые, так и бурые. Мытые помидоры режу пополам, отрезаю все ненужное и режу небольшими кусочками, в зависимости от размера помидоров. На самом деле особо не имеет значения, какими кусочками вы порежете. Делайте так, как вам больше нравится, главное, чтобы это не было слишком крупно. Далее режу болгарский перец, так получилось, что он у меня тоже зеленый, хотя, конечно, подойдет любой. Огурчики у меня не очень крупные, поэтому режу их полукольцами. Если у вас нет огурцов, можно их не добавлять. Замените это же количество помидорами. Можно также взять кабачки или недозрелую тыкву. Репчатый лук порежу четверть кольцами. Ну и свежую зелень. Я беру петрушку и укроп. Далее складываю все овощи в одну миску и сюда же добавляю морковь, которую я натерла на терке для моркови по-корейски. Можно воспользоваться обычной крупной теркой или нарезать вручную. Кладу молотый черный перец, молотый душистый перец. Кстати, все специи берите на свой вкус. Каменную соль, сахар, растительное масло, 9-процентный столовый уксус и концентрированную томатную пасту. Все тщательно размешиваю, накрываю и оставляю на полтора-два часа, чтобы овощи пустили сок. Если вы не представляете зимних заготовок без чеснока, можете смело его сюда добавить, просто мелко порезав или натерев на крупной терке. После отведенного времени раскладываю салат по чистым банкам вместе с жидкостью. Отмечу, что данное количество рассчитано на 2 литровые баночки. Слегка прихватываю крышками, плотно не закручиваю. Беру подходящую посуду, стелю на дно тряпочку, ставлю банки и заливаю их теплой водой, можно из-под крана, так, чтобы она доходила примерно до плечиков банки. Далее отправляю на умеренный огонь и после закипания стерилизую 20 минут. После этого укутываю и оставляю на сутки. Такой салат не обязательно стерилизовать и закрывать на зиму. Вы можете ему дать постоять ночь и получите отличную закуску. Для следующего рецепта также помидоры мою, отрезаю все ненужное и режу их довольно крупными кусочками, конечно, ориентируясь на размеры самих помидоров. Те, что покрупнее, режу на большее количество частей, а которые помельче, достаточно разрезать на 4 части. Произвольно нарезаю болгарский перец, зелень, я опять же беру петрушку и укроп, а также базилик, его количество берите на свой вкус. Режу не очень мелко. Складываю в одну миску помидоры, зелень, болгарский перец и чеснок, тертый на крупной терке. Сюда же добавляю сахар, каменную соль, растительное масло и столовый 9% уксус. Тщательно размешиваю, накрою крышкой и оставлю также на 1,5-2 часа, прямо при комнатной температуре. Затем вместе с выделившимся соком раскладываю по чистым баночкам. Уточню, что данное количество рассчитано для трех банок по 700 миллилитров. Две банки я закрою на зиму, а одну оставлю, ведь этот салат вкусен и так. Слегка прихватываю банки крышками, плотно не закручиваю, а то, что я отложила в контейнер, отправлю в холодильник на ночь. На дно подходящей кастрюли постелила тряпочку, ставлю банки и заливаю теплой водой по плечике. Отправляю на умеренный огонь и после закипания буду варить 20 минут. После этого банки укутаю и оставлю на сутки до полного остывания. А то, что убирала в холодильник, утром можно пробовать, но чем дольше стоит такой салатик, тем он становится вкусней. При желании можете добавить туда еще немного растительного масла. И третий, самый простой рецептик. Я беру мелкие помидоры, но подойдут любого размера. В каждую банку кладу по несколько зубчиков чеснока, по одному бутончику гвоздики, по несколько горошин душистого перца и чуть побольше черного перца, также горошком. Зонтики укропа, также подойдут и обычные веточки. И примерно по пол чайной ложки зерен сухой горчицы. Если у вас нет, просто не добавляйте. Далее заполняю банки помидорами. Как я уже говорила, я беру мелкие, но сюда подойдут любого размера. Если они у вас очень крупные, можно их порезать пополам или дольками. Периодически докладываю в банку понемногу чеснока. И добавлю капельку остроты в виде свежего острого перца. Положу по небольшому кусочку, так как не люблю очень острое. Сверху положу еще немного чеснока и по несколько веточек петрушки. Заливаю банки крутым кипятком, накрываю крышками и оставляю минут на 20. Когда отведенное время будет подходить к концу, сделаю маринад. Насыпаю в кастрюлю соль, сахар. Доливаю воду. Я обычно беру горячую, кипяченую. Отправляю на плиту и после закипания добавляю 9% столовый уксус. Из банок с помидорами сливаю жидкость, она больше не пригодится. И заливаю кипящим маринадом. Плотно закручиваю крышками, укутываю и оставляю на сутки до полного остывания. После этого убираю на хранение. Друзья, если вам понравились сегодняшние рецепты, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале и другие рецепты зимних заготовок и не только. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Впереди еще очень много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.